Котенок Гоша привыкает к другим хвостикам, а тем временем хозяйка решает главный вопрос. Наш новый спасеныш котенок Гоша вполне влился в коллектив домашнего мини-приюта 9 жизней. Малыш еще немного стесняется своих сородичей, но уже не прячется по углам, как это было прежде. Визуально он немного пассивный, но кушает неплохо. После курса антибиотиков по плану обработка его от паразитов, а пока лечимся и отъедаемся. Также думаю стоит рассказать какой процесс есть сейчас в главном вопросе приюта на сегодня. И если он вообще, да и собственно ответить на некоторые вопросы приюта в целом. Главный интересующий всех вопрос был, какая сумма первоначального взноса ориентировочно. Ну если брать, как мы и думали, дом в рассрочку. Отвечаем с Владой. Половину стабильно от стоимости. Вчера был вариант. Ездила смотрела, но там цена оказалась космос. Не предупредили. Люди выехали перед войной, а сейчас решили продать недвижимость. В общем, дом на 6 комнат. Буденовка, как раз где наша ветклиника, 4 лапы. Ремонта нет, но нам и не надо. Но сумму запросили, конечно, слишком. 12 тысяч, и сами понимаете, не рублей. С первоначальным взносом. Соответственно, уехала ни с чем. Рассказывает девушка и показывает нам параллельно варианты, которые еще не прозванивала. Все они около 4-5 тысяч. Собственно, та цифра, которую мы и называли ранее. Собираю каждую копеечку. Сейчас зарплаты Жени решили отложить и купить хотя бы сотни-две долларов. По-другому выхода не вижу. Спасибо всем, кто помог и помогает. Поддержка каждого важна и просто жизненно необходима. Я на нервах ночи не сплю. Мешки под глазами страшные вылезли. Думаю, гадаю, как нам выкручиваться, признается девушка. Но на этом еще не все. Вчера Жековец опять приходил. Позже в дверях хозяйка нашла письмо из администрации со штрафом. Короче, не отступает эта женщина за стенкой.